Жилой комплекс видный, иначе как многострадальным и не называют. Проблемы и с благоустройством, и с качеством домов хватает. К ним добавилась еще одна – риск отключения электроэнергии. После работы жители собираются на сход, чтобы обсудить ситуацию всем миром. Тем более, что люди готовы платить за электричество. Но МОСЭНЕРГО, как гусары, денег не берет. Мы сами ходим в МОСЭНЕРГО, но говорят, что не могут нас принять, поскольку нет возможности разделить стройку и жильцов. А застройщик тоже разорился и не платит по счетам, поэтому надо как-то решать этот вопрос. Несмотря на то, что некоторые дома были заселены три года назад, жилой комплекс видный из-за действий, а точнее бездействия застройщика, до сих пор имеет статус строительного объекта. Электричество сюда подается по временным коммуникациям, как на стройку. Тяжелые ситуации, потому что застройщик не сдал необходимую документацию по энергоснабжению. Поэтому все это осуществлялось вот таким вот неправильным, скажем, мягким способом. За неимением броневика или хотя бы трибуны выступающие произносят речи с детской горки. Главная задача нынешнего собрания – выбрать группу представителей жилого комплекса и наделить ее полномочиями выступать от имени всех жильцов. И не только по теме электричества. Нам надо, значит, от больших домов по два человека, от маленьких домов, от четвертого, восьмого, третьего, шестого по одному человеку. Люди, которым вы могли доверять, которые были достаточно грамотные и которые там еще писать могли бы. Заодно и разговаривать. Инициативная группа, которая собралась, как только стало известно об отключении электричества, уже встретилась с представителями администрации Ленинского района и управляющей компанией. Судя по всему, опасность миновала. Мы сдвинулись с места, что нашу всю эту систему Мослобалэнерго примет на свой баланс. Потому что наш застройщик находится в стадии банкротства. Позже эти слова подтвердил директор УК ЖКХ Владимир Иванов. Несмотря на довольно сложную ситуацию, муниципальные и областные службы смогли найти общий язык и помочь жителям в кратчайшие сроки. Будет короткосрочное отключение по техническим причинам электричества. Мы устанавливаем там общедомовые приборы учеты, купленные за счет управляющей компании. Завтра же проводится общее собрание жителей по инициативе жителей, которые хотят напрямую заключить с энергосбытом договоры. То есть напрямую житель и энергосбыт, минуя управляющей компанией. Мы этому сопределяться здесь не будем. Поэтому мы поможем в проведении собрания. И надеемся, на этом вся проблема закончится. В данном случае управляющая компания не только помогает исправить сложившуюся ситуацию, но и всячески идет навстречу пожеланиям жителей. Максим Козлов, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.